всем привет с вами юля начинаю мою новую рукодельную неделю начинаю я ее с наборчика фирмы mill hill я решила уже взять и все этими ухилки выше до оформить и не тянуть так сказать резину поэтому на этой неделе нужно обязательно вышить выполнить эту серию буду вышивать вот эту прекрасную бабочку чудесную вот на такой перфорированной бумаги нитки я вам показывала бисер все полностью я показывала оставлю ссылку на предыдущее видео где там есть обзор и все детально можно посмотреть вот такой у меня момент будут вечером заниматься а сегодня чем я здесь занялась я даже вам показывала что у меня супер покупка у меня швейная машина мне теперь нужно учиться и я достала мои вот эти маленькие вышивки которые вот все лежат лежат годами я не знаю что с ними делать перебирала их и решила начать вот с этой кубышки хочу сделать мешочек я ее уже проклеила флизелином потихоньку смотрю видео учусь немножко вы не знаете страшновато потому что это для меня абсолютно что-то новое я не не шью никаких знаний у меня в тканях нет поэтому я понимаю что я просто ныряю с головой во что-то новое ну а как по-другому научишься да как говорится волков бояться в лес не ходить будем будем учиться пусть какие-то будут ошибки ничего будете мне подсказывать и я думаю что я справлюсь ну в общем я кубышку проклеила флизелином с обратной стороны стала ткань сразу поплотнее прям такая красота на обрезала края подобрала также две ткани сейчас я вам покажу перебирала свои коробки сейчас покажу и ткани и мои все основы у меня что творится я сегодня в полном творческом полете вот этот конюшка мне очень нравится но до классика горошек до ткани тоненькие обычный сити цветок понимаю и вот такая еще у меня тканюшка ну где ты резкость бежала вот и вот такая еще веселенькая ткань у меня появилась я думаю что с обратной стороны сделал вот такую синий горошек потому что очень хорошо подходит эту на внутреннюю на подкладку и какой-нибудь надо сделать здесь красненький красненьким красненькую стежку проложить не стежку как но декоративную строчку до декоративную строчку у меня как раз есть какие-то там зигзаг интересные и обработать вот красненьким зигзагом под под шнурочек мне кажется будет очень очень симпатично но и вот эта ткань подходит но скорее всего это пойдет на внутреннюю это на внешнюю сторону и хочу сделать сюда достаточно такой большой мешок чтобы мне знаете им пользоваться вот как она вся есть я так этот мешок и сделаю но может быть конечно я еще не знаю как правильно делать может быть нужно сделать и на лице захват чтобы не прямо так от оставлять край нужно сделать наверное не счета швея от озерка вот так сделать край плюс это должен быть наверное как-то загиб туда но я так себе представляю наверное как так нужно делать чтобы у нас было вот так вот так может быть вот так не знаю буду я смотреть мастер-классы буду думать учиться вот ну что что-то да получится правильно я пусть какими-то ошибками будем стараться без ошибок но в любом случае надо начинать надо начинать пробовать и обязательно что-то что-то у меня да получится вот губышка мне прям в мешок и и очень хочется сама вышивка очень симпатичная колоритная до основа здесь в наборах я забыла кто это мп-студия по моему ужасная но вот проклеиваю флизелином просто красота и у меня есть еще один такой наборчик ты бог сил вышить его тоже сделать мешочек но я уже забегаю конечно чересчур вперед хотя бы вот с этим справиться и дальше будем смотреть у меня тут вот еще сколько вышивок я даже не знаю еще нет у меня каких-то идеи что делать с ними тоже мешочки все мешков на шью теперь не знаю не знаю не знаю вот это мне вообще идея плести кружевом потому что если такая ткань рыхлая почему-то мне хочется от плести рожек кружевом но это вообще новая история так пока нашел мешков на тренируемся а там уже будет видно почему начинающий с кубышки потому что мне ткани очень удачно нашлись вот именно две вот эти мне кажется идеальным другие мнению нет не очень есть ткани тоже можно подобрать ну прям вот так чтобы прям классно легло пока пока нет небольшой у меня запас таких тканей вот нужно будет что-то сделать вот с этим журавлем на что с ними сделать не знаю вот пока откладывается вся эта история так как у меня здесь ткани нашлись кубышки будем заниматься кубышкой вот как она мне сейчас нравится прям в настроении ну что добрый путь в помощь каждой рукодельницы по одному домашнему животному ну а кому больше помощи нужно можно завести несколько вот у меня такой помощник но сейчас на это не мой помощник помощник мужа потому что муж меня охотник обор у нас породы pointer охотничья порода на птиц но он прекрасно совмещает все свои таланты и также удачно охотится и на зайцев правильно бор вот так любит он компанию пришел ко мне и пристроился на маленьком коврике ну что ж попку пристроил и спит холодно у нас уже двадцатая марта а у нас все зима с утра снег срывался сейчас дождь идет очень холодно как никогда вот поэтому я дома вышиваю сейчас буду смотреть видео о шейной машинке буду учиться шить ну а вот бор себе сладко спит ему ничего не нужно сегодня пятница у нас не рабочий день праздничный и этот день я решила посвятить генеральной уборки в доме дом уже убран и решила я заняться также моим рукодельным уголком у меня есть несколько контейнеров которыми я часто пользуюсь и поэтому там периодически происходит захламление не люблю разбирать мелкие детали все это рассортировать у меня просто начинается паника но тут уже прижала никуда не денешься поэтому буду сейчас все разбирать сортировать думать что куда нашла вот такие ножницы интересные они дорожные так что меня с резкостью плохо телефон 7 а вот вот такие ножнички интересные хобби про у них здесь есть зубчики плохо с резкостью сделаем вот так сделаем по-хитрому вот есть такие зубчики ножнички складываются вот так но они плоховато режут поэтому я их хочу посмотреть что с ними можно сделать может как-то подточить посмотрим дальше я нашла вот такие ножнички это от дмс такие винтажные очень интересные наверное возьму их в работу весна хочется каких-то обновлений очень красивые ножницы что еще мне здесь так ну здесь у меня много всего нужно разобрать перебрать шармики мелочи ну в общем занимаюсь я вот такой вот нелегкой работой сегодня суббота 26 марта подведем итоги этой рукодельной недели итоги месяца будем подводить через несколько дней хочу немножко еще повышевать и потом уже сниму итоговое видео может быть удастся что-нибудь завершить на этой неделе я завершила мелхилл эту прекрасную бабочку ну вот когда просто смотришь на дизайн или либо на готовые работы мелхилл да они красивые это восторг впечатляешься каждый может оценить работу готовую но вот когда ты сам ее вышиваешь вот в этом есть вся прелесть весь секрет мелхилл потому что дизайн вышивается очень интересно увлекательно интересно используются техники и конечно же это подкупает и мелхилл умеет в себя влюблять вот эта бабочка мне очень очень понравилась шикарно смотрится блестит особенно вот блестят красиво вот эти вот камушки которые сюда пришиваются биконусы по моему так они называются вот такая красивая выключу свет она в темноте смотрится еще впечатлительнее вот так особенно подальше ее нужно положить и она как как живая бархатные крылышки очень красивая бабочка я в восторге что тут сказать всем довольна материалами итогом проработкой единственное пока задники не оформили не оформлены у меня в моих мелхилл как я хотела это сделать на этой неделе но на этой неделе у меня тоже было очень много домашних дел мастер вчера у нас был у нас сломался звонок его пытались мы починить но пришлось купить новое устройство все это заменять пришлось и соответственно пока мы шли работы потом собрать мусор но вы сами понимаете как проходят все ремонтные работы вот поэтому как бы я что-то делала вышивала но времени все равно было меньше и какие-то детали я вот не доделала я хотела и задники оформить у моих мелхилл так и уже украсить мою корзинку может быть на шпажках здесь как-то раз расставить всю эту красоту вот но пока вот так моя корзинка оформилась значит здесь у меня и моя садовая звезда и без корню и мелхилки яйцо плетено в общем все что было из мелочей я собрала в эту корзинку самое любимое вещица это зайка я просто его обожаю не не могу не нарадоваться какой он красивый какой он классный и вот глядя на этого зайчика на эту бабочку хочется еще мелхилок вот в общем на этой неделе я постараюсь конечно же до организовать до украшать все это доделать нужно чтобы уже моя корзинка была по всей красе вот звездочку тоже очень люблю такая она классно получилась тут корзинка со всеми моими поделками рукодельными которые вот именно у меня для настроения ну и здесь вот остатки от наборов я давно уже вышивала помидорку вот она у меня помидорка рукодельная на мне как магнитик вот сюда она не не весенняя тематика поэтому магнитик уходит на рукодельный столик помидорку хочу вышить еще раз делать подушечку зайку я хочу вышить еще раз где-то на одежде сделать бабочку тоже можно сделать где-то на одежде вообще нужно купить как она называется водорастворимые основы на джинсы сделать будет шикарно летом надо заняться вот ну бочка с медом ну тоже может куда-то вышиться лейка в общем я эти остатки все сохранила потому что буду пользоваться схемой нитки нужны как образцы чтобы куда-то потом это пришить применить на одежду либо еще куда-то в прикладные мои какие-то рукоделки вот поэтому на этой неделе я завершила мелхилки все три они у меня готовы я получила огромное удовольствие от мелхила повышивала отвлекалась в общем классно так здорово эти мелочи тоже нужны для настроения конечно практического применения у них особо то никакого но для настроения это то что нужно вот такая корзиночка и перейдем теперь к моим текущим процессом так что я вышивала на этой неделе это dimensions ангельская мелодия рождественская серия размер работы 28 на 38 сантиметров вот такая красота должна получиться и что я вышила то совсем совсем чуть-чуть очень очень мало я вышивала на этой неделе этот бордюр я сделала вышла бэкстич на этом бордюре дальше что я сделала вышла вот этот бордюр бэкстич немножко юбки и нога все что ли да получается все совсем а ну здесь еще бэкстич и вышивала да в общем совсем мало я поработала так сказать я собой недовольна в этом плане ну вот так получается знаете сейчас со всеми этими событиями как-то очень морально тяжело все дается да мы все находимся все мы многие находимся далеко от этой ситуации но наблюдая за всем этим конечно же внутренне все переживаешь и это все не просто у нас все переживают по всей этой ситуации и вы знаете что в Мариуполе очень много этнических греков поэтому греки особенно смотрятся происходящим и вот мои даже клиенты к нам приходят в магазин и говорят Юль мы каждый вечер смотрим новости и каждый вечер плачем вот так поэтому Но, может быть, мы, рукодельницы, стараемся вот так говорить бодряще, но все равно все переживаем. Вот. Ну, в общем, вот то, что у меня навышивалось, и на то, как говорится, спасибо. У кого-то вообще нет возможности не то, что вышивать вообще. Поэтому, вот как получается. Такой этап у меня, значит, здесь вышито начало, основание. Кстати, высоту работа будет достаточно большая, 38 сантиметров. Только сейчас обратила внимание. Вот. Ну, и вы видите, что я нахожусь вот здесь. Совсем чуть-чуть я вышила. Мне, значит, нужно что? Я сейчас сфотографирую, дошью здесь, что у меня вот здесь бэкстич пропущенный. Вот здесь нужно бэкстич вышить, лента. И я буду перекручивать основу. Также сделаю натяжку. Уже, в общем-то, подготовлю этот процесс. Нитки вы здесь видите, потому что паркуюсь хвостиками, так как вышиваю на топексе эту работу. И нет доступа к изнанке. Поэтому стараюсь закрепляться на лице. Здесь возьму возможность, где нет, приходится заглядывать под низ работы и там закрепляться. Вот. И еще у меня тут такая проблемка. У меня очень сильно рвется желтая нитка, которая идет в бленде. Вот здесь не металлика, а именно желтая нить. И это, конечно, расстройство. Я пробовала на две части резать, и так, и всяко, она все равно рвется. Вот. Просто попались такие нитки. Вот как и здесь красная была в бэкстиче, тоже сильно рвалась. Ну вот, что, как вот так вот попалось. Поэтому приходится уже потихонечку вышивать. Вот. Но все равно нужно двигаться вперед. Вот. Мне очень нравится вот этот золотой эффект. Такие классные здесь орнаменты. Все это блестит. Не знаю, будет блестеть. Вам блестит? Вот. И, конечно же, мне хочется в следующем месяце уделить этой работе побольше времени. Потому что в марте я занималась милхилками, всякой мелочью. Но нужно уже теперь делать и посерьезнее какой-нибудь финиш. Покажу вам сейчас мой список моих начатышей. У меня их много начатышей было на начало этого года. Было 23. Вот. И из этих 23 я 3 завершила. И вот здесь у меня, вы видите, 4 еще добавились. Но это 3 милхилки, которые у меня завершились в марте месяце. Вот. Ну, ангельская мелодия у меня в феврале. 5 февраля я начала. И что? Ну, нужно поторапливаться. Нужно поскорее завершать, чтобы у меня были финиши. В январе я хорошо начала. У меня 2 финиша было. Это ангел элегантности. И на охоте раз-раз 2 большие работы. Поэтому для равновесия событий нужно постараться и сделать еще какой-нибудь большой такой хороший финиш. Мне сейчас так нравятся финиши. Не начатыши именно, а финиши. Ну, видите, у нас все по настроению. Когда хочется поначинать, когда хочется позавершать. Вот сейчас хочется завершать, завершать. Финиш, финиши. Хочется писать. Еще завершила, еще завершила, еще. Вот. Ну, на это нужно время и настроение, чтобы вышивать. А то как же будут финиши, если не вышивать. Вот. Вот это такой процесс. Идем дальше. Мини-финиш этой недели. Это завершенный третий элемент моей дорожки. Напомню для тех, кто первый раз попал на это видео, что я вышиваю. Я, значит, вышиваю дорожку. Нашла вот такой кусок основы. Уже обработанный. Это 10-й каунт в наборе. В каком-то китайском наборе у меня был такой отрез 10-го каунта. Очень плотная, такая хорошая основа. Как раз для дорожки то, что нужно, чтобы она выдерживала стирку и форму держала. Я подобрала себе вот такой вот нехитрый дизайн. Нашла схемку. И, значит, что я решила придумать. Что я придумала, что решила придумать, что придумала. Значит, я хочу использовать для этой дорожки те нитки, которые у меня есть в запасах ПНК. Так как у меня, ну, ПНК вся палитра, но понятно, что все цвета-то разные, да, по одному в смысле мотку. Поэтому я решила каждый элемент вышивать другим цветом. Вышиваю в три нити. И на один элемент у меня уходит практически целая бобинка. Вот остаются вот такие вот остатки. Потом эти, может быть, остатки тоже как-то там с блендию тоже что-то, может быть, дошью какой-нибудь еще элемент. Вот. И, видите, у меня здесь вышито вот так. Три элементика. Вот эти цвета очень похожи. Это немножко потемнее. Теперь мне нужно распределить дальше мои цвета, то есть, что я и как буду вышивать. Ну, я вот так себе думаю, что, что, как мне нужно распределить мои оттенки. Ну, либо вот этот светлый цвет я сюда возьму, либо вот такой вот он какой-то нейтральный. Немножко он какой-то странный цвет, то ли зеленый такой пожухлый, выгоревший травы. Вот он тоже как бы. Либо вот этот светлый, чтобы потом сюда что-то как-то тоже совместилось. Но здесь пойдет темный, контрастный. Дальше опять зеленоватый. Нужно будет еще подобрать оттенки, потому что на этой стороне у меня 4 будет, а там нужно будет, по-моему, еще вышить 6. Вот. Поэтому мне еще нужно будет подбирать цвета. Ну, если что, подберу в ДМС, если не найду в ПНК подходящих оттенков, которые бы мне нравились. Вот. Или вот этот светлый будет, либо вот этот такой пожухлый цвет. Ну, и потихоньку я вышиваю. Вот так по ниточке, по ниточке, как говорится, строится моя дорожка. Строить ее нужно поактивнее, потому что вышивается она к осени. К весне и лету я уже ничего не успею вышить, а вот к осени обязательно нужно уже хоть что-то вышить из прикладного, чтобы сделать красивую дорожку. По итогу эта дорожка будет обшиваться кружевом. У нас продается специальное кружево для дорожек и скатертей разных там фактур. Золото, серебро, в общем, много всего. И оно просто его пришивается, пристрачивается по краю. Разной ширины, широко, узко, какое хотите. В общем, выбирайте. Это у нас очень развитое. Я пойду обязательно что-то выберу и сделаю дорожку. Благо, швейная машина у меня теперь есть. У меня открываются такие просторы. И я теперь могу полностью сама выдавать готовый продукт. И вышивка, и машинка есть. Мне эта тема так нравится. Я теперь вся в мечтах, чтобы мне как хорошо пооформлять все мои вышивки. В мешочки, в какие-то конвертики. В общем, идей много. Дорожка будет дальше продолжаться вышиваться. Ну и потихоньку буду вам показывать, как элементы будут перерастать. Потихоньку буду вам показывать мои элементики. Вот такая у меня здесь история. Идем дальше. Поговорили о швейных моих делах, моих настроениях, точнее швейных. Покажу, как у меня дела обстоят. Швейные. Как видите, пока я не продвинулась в пошиве этого мешочка. Дело в том, что моя машинка пришла ненастроенная. И мне приходится ее настраивать. И так как я ничего не знаю, мне все дается очень сложно. Я посмотрела несколько видео. Кое-что я сделала. Мне остается отрегулировать плавный ход. И у меня это пока никак не получается. Поэтому я в понедельник буду связываться с продавцом. Времени просто не было, чтобы с ним созвониться. Много работы. И момент этот остался у меня за бортом. Но буду, конечно же, в понедельник обязательно созваниваться. Потому что очень хочется мне оформить эту кубышку. Вышивка потрясающая. Вышивка потрясающая. Я ее уже проклеила на флизелин. И вот знаете, с флизелином вот эта вот рыхлая основа стала плотненькой. Все здесь хорошо. Ткани я подобрала. Уже мне так нравится вот это сочетание горошка. И вот этих вот синеньких цветочков. И здесь цветочки. Все так хорошо сочетается. На мой взгляд. Сюда пущу либо красненькую ленточку сделаю. Также сверху моего текстильного мешочка. Либо просто завязки будут красненькие. Сбоку вот так. В общем, я оформлю этот мешочек вот таким образом. Будет синенький тоже как-то вот так. А это будет внутри. И должна быть красота. Вот. И мне нравится так, как я подобрала основы. Лежат у меня на столе. И я все хожу и смотрю на эту вышивку. Смотрю на эти ткани. Мне так поднимают настроение. Вот эти цвета просто. И, кстати, муж тоже обратил внимание на эту вышивку. Говорит, какая красивая вышивка. Что-то шить будешь? Я говорю, да. Он молодец. Он вообще у меня оценил мое настроение заняться шитьем. Наверное, у него есть какие-то свои скрытые планы и намерения. Потому что он прям порадовался, что я купила машинку. И сам меня уговаривал взять хорошую. Бери, давай, давай. Значит, что-то уже хочет, чтобы я ему что-то интересненькое, может быть, сделала. Ну, если смогу. Вот. Поэтому пока здесь у меня нет продвижений, ожидает технических решений. Идем дальше. После достаточно большого перерыва по завершению наших совместных проектов, которые я вела, я немножко передохнула. Ну, в связи с нашим грустным настроением, я решила организовать новый совместный проект. Долго думала, спрашивала у девочек. В группе ВКонтакте как бы публиковала посты. Девочки писали свое мнение. В общем, и я поняла, что найти какую-то определенную тему, которая бы всех организовала, очень сложно. Потому что, ну, все что-то свое вышивают. А с другой стороны, хочется вышивать вместе. Но сложно как бы всем найти что-то единое. И в связи с этим я решила организовать СП по дошиву наших начатышей. Начатышей у нас у всех полно. Но было столько СП, мы столько всего начинали. Кто-то завершил, кто-то не завершил. Также есть процессы, которые сложно идут. Ну, я думаю, каждый может найти любую начатую работу. Абсолютно не важно, на каком она находится этапе. Там у вас 50 кресиков вышито. Либо 95% работы вышито. Любую работу, которую вы хотите вышивать вместе в нашем совместном проекте. Мы будем вышивать вместе. Наш СП называется рукодельный урожай. Так как мы будем кресик за кресиком собирать нашу работу. И складывать наши финиши в рукодельную корзинку. Так сказать, будем добывать наш рукодельный урожай. Чтобы к осени у нас было много финишей. Много завершенных работ. Но будем стараться, сколько получится. Вступить в наш СП может любой. Что для этого нужно? У меня есть группа ВКонтакте. Я думаю, что большинство это удобно. Если неудобно, есть у меня и в Фейсбуке. Можно и там будет организовать альбом. И туда будете добавлять. Если у кого-то нет доступа к ВКонтакту. Поэтому в любом случае, столько у меня соцсетей. Что где-то вы меня можете найти. В Инстаграме несложно забирать информацию. В ВКонтакте, либо в Фейсбуке. Давайте вот так договоримся. Есть email. Можно и туда присылать. Вот, как было раньше. Поэтому, что нужно, чтобы принять участие в нашем СП. Берете вашу работу. Какая у вас есть. Кладете картинку рядом. Желательно, если есть распечатанная. Если есть возможности нитки. Фотографируйте, как есть. На каком этапе находится ваша работа. Помещайте это в ВКонтакте. В альбом соответствующий. В данном случае, рукодельный урожай. Есть такой альбом. Ссылку оставлю в инфобоксе. Там пишите название производителя. Что за набор. Как называется. Данные. Сколько цветов. Какой размер. Все, что можно написать. Ну и ваши впечатления. Отчитываемся в комментариях к вашему первому посту. К вашей фотографии. Где вы разместите в альбоме. В комментариях вы потом будете отчитываться. Отчитываемся мы раз в неделю. По понедельникам. Минимум 200 крестиков. Это очень минимальное количество. Очень просто. Можно это за вечер 200 крестиков выше. Даже в сложной работе. И по итогу месяца. Один готовый уже отчет. Что вы за месяц на вышивали. Вы фотографируете. И также отчитываете за месяц. Пишите ваши впечатления. Что вы вышли. И ваши любые эмоции. По поводу этой вышивки. Вот. Идти процесс у нас будет до 1 августа. Наши совместные. Поэтому я думаю мы сможем повышевать. И знаете. Вы можете взять любую работу. И потихоньку ее продвигать. Это думаю будет самое-самое оптимальное. Вот. Я в моем случае взяла панну. Вода. Это серия стихий. Подушки. У меня вот здесь вода. Их 4. У меня 2 вышиты. Огонь и воздух. Осталась вода и ветер. Я этот процесс начала. Уже убрала листочек в июле месяце прошлого года. Я делала летние старты. Очень хорошо там все поначинала. Но как вы видите. Не смогла все завершить. У меня много начатых работ. Я вам уже показывала. Но. У меня много и финишей. Я много вышиваю. Ну для меня много. Да. У всех свои как бы объемы. Дело в том, что начинать-то легче. Начатываешь и больше, чем получается финиши. Это понятно. Поэтому какие-то работы у меня зависают. И вот в этом году я стараюсь над ними работать. Поэтому я в этом году очень хочу завершить серию панна. Мои подушки. Я сначала думала сделать картины. То подушки. То у меня то туда, то сюда настроение. Ну в общем сейчас я думаю сделать все-таки подушки. Больше иду к прикладному оформлению. Потому что картин уже, стен мало. Поэтому будем обшивать дом уже вот таким образом. Ну посмотрим. Муж хочет картины. Может быть сделаем картины. Посмотрим. Как получится. Главное вышить. Итак. Это у нас панна. Называется это дизайн вода. Размер работы 32,5 на 32,5 сантиметра. 180 на 180 крестиков. 36 цветов. Дизайнер Марина Хромова. Сложная стройка. Не очень-то сложная работа. По-моему так, да? Не помню уже там их классификацию. В июле месяце я начала. Тут чуть-чуть я повышивала. Самое-самое начало. Ну насколько у меня хватило тогда силы для начала. Процесс легкий. Очень интересный. Нитки здесь яркие. Я очень-очень люблю эту цветовую гамму. У пана в этих сериях. Шикарные-шикарные нитки. Они короткие. Но это не проблема. Их складываешь в две и все в порядке. И вышиваешь. Вот. Вчера я достала. Стала смотреть, как я буду организовывать процесс. Решила использовать на пяльце от фирмы Гамба. Вот с таким винтом. По типу нурге. Они очень легкие. Поэтому мне это нравится. Легкие. Держат хорошо. Очень комфортные пяльцы. Я прям их люблю на самом-то деле. Вообще люблю рамы больше всего. Чтобы основа была хорошо натянута, равномерно. Но иногда пользуюсь и другими аксессуарами для разнообразия. Также поместила сюда вот эту рыбку. Магнитик для настроения. В тему подходит. И вчера попробовала уже вышивать. Начала бэксич. Тут чуть-чуть вышивается. В две нитки он кстати вышивается. Весь бэксич черным. Бэка много. Но он очень легкий. Все-все элементы. Все-все элементы. Все вышивается бэксич. Чем он квадратичный. Ну и давайте я вам покажу какие-то детали этой картинки. Они не сразу бросаются в глаза. И возможно кто-то не обращает внимания на какие-то нюансы. Ну давайте посмотрим. Вот она у нас девушка. Владычица морская. У нее во лбу здесь раковина с каким-то изумрудом. Изумруд, рубином. На руке у нее вот рука. Здесь у нее золотая рыбка. Волосы развиваются или что-то у нее. Рука вторая здесь. По платью ввьются какие-то водоросли. Вот она идет нога. Это хвост. Скорее всего русалка. Вот он хвост. Кораблик. Здесь какие-то горы. Солнце. Лотосы. Ну в общем вот такая красота. Вот такой дизайн. Что еще здесь? Ну основа у меня обработана лаком для ногтей. Также мне нужно сегодня найти чехол для этих пялец. У меня есть большой чехол. Нужно все это собрать. Ну и буду потихоньку заполнять. Здесь значит бэкстич делать. Заполнять пропуски. Что тут у меня не дошито. Буду уже потихоньку строить мою работу. Мой кружок. Вот. Ну в общем добрый путь. Вот такой у нас СП организовывается. Кстати если кто-то хочет стать спонсором. Поддержать девочек. Будем рады. Пожалуйста приходите в наш СП. И можете сделать кому-то. Потом разыграем какой-то подарок от вас. Рандомным способом. Ну в общем-то вот такая у меня неделя. Не знаю что-то я забыла. Не забыла. Смотрю по сторонам. Наливаю направо. Ну вроде бы про все процессы вам рассказала. Все показала. Пойду вышивайте. Чтобы через несколько дней снять итоги марта. И уже показать в итоге. Что за март у меня получилось. На этом у меня все. Увидимся с вами в новых видео. Я как оставалась на ютюбе. Так и буду на ютюбе. Также в контакте. В фейсбуке я есть. Ссылки в инфобоксе. Подписывайтесь. Находите меня. Будем продолжать общаться. На этом все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok